Привет, мои добрые и хорошие! С вами Наталья, Бельгия. Сегодня опять кулинарное видео, что-то последнее время зачастило. Ну, видимо, приближается уже у нас зима, да, сейчас осень, холодно. И хочется чего-то тёплого, хочется чего-то домашнего. И вот, наверное, поэтому тянет меня в кухню и что-то, ну, готовить вкусненько. И готовить буду я сегодня мексиканское блюдо кесадиле. Я не могу сказать точно, прям не буду презентовать на настоящий рецепт. Никогда настоящую кесадилю, та, что готовится именно в Мексике, я не пробовала. Но рецепт, который я сегодня вам расскажу, мы уже им пользуемся давным-давно. И мне очень-очень-очень нравится, вообще нам очень нравится этот вариант кесадиле. И получается очень вкусно. Мы просто обожаем кесадиле, потому что там много-много сыра. Итак, что нам нужно для кесадиле? Ну, вообще, нужны лепёшки, тортильи. Их можно купить в магазине, но я вот люблю делать их сама. Поэтому начнём ингредиенты для вот этих вот лепёшек. Вообще, они готовятся из кукурузной муки. Ну, вот я всегда делаю из пшеничной. Потому что из кукурузной муки, я думаю, что, ну, они быстрее засыхают и сложнее работать. И в этот раз, сегодня я первый раз буду использовать вот эту кукурузную муку. Хочу попробовать. Мне кажется, что это гораздо вкуснее, чем с обычной пшеничной. И буду делать я наполовину, чтобы не было так сложно работать с тестом. Ну, буду делать это первый раз. Поэтому наполовину у меня пшеничная мука и вот эта вот кукурузная. Вообще, нужно где-то грамм 450-500. Ну, вот я беру 3 стакана. У меня так примерно получается. То есть, я возьму 2 стакана обычной муки и 1 стакан кукурузной. Дальше нужно 2 чайные ложки либо соды. Я беру разохритель. Вот такой вот 2 чайные ложки. Дальше соли. Ну, чуть меньше половины чайной ложки тоже посолить. Масло сливочное или маргарин. Вот столовую ложечку. И вот это все ингредиенты для тортильи. Дальше. Когда будут лепешечки готовы, для начинки нам понадобится много сыра. Лучше, конечно, чайдар. Но вот у меня другой сыр. Здесь смесь. Здесь разные виды сыров. Менталь. Я думаю, что и чайдар тоже тут есть. То есть, в этой смеси, вот. Ну, много. Здесь вот в одной упаковочке 200 грамм. То есть, у меня получается 400, ну, 500 грамм у меня где-то. Вот. Дальше. Для начиночки также. Ну, вот я буду делать вот эту сырную начинку для себя. Муж у меня любит мясо. Поэтому для него будет начинка куриная. То есть, вот курица понадобится, помидорка и сыр а-ля Филадельфия. Да? Ну, либо Филадельфия, либо вот нечто подобное. Мягкие сыры я имею в виду. Дальше. Для соуса я вот взяла авокадо и помидорочку. Ну, то есть, это будет нечто, как гуакомоль. Что-то похожее. Муку, разрыхлитель, соль. И буду смешивать вот со сливочным маслом вместе и со стаканом воды. Да, еще стакан воды для теста. И со стаканом воды я это замешаю. Начну замешивать в блюде. Затем на столе буду работать с тестом. То есть, замешивать тесто буду уже на столе до момента, когда оно станет эластичным. Вот такое вот получилось тесто. Эластичное. И чувствуются вот эти маленькие такие крупиночки кукурузной муки. И сейчас что мы делаем? Мы вот так вот колбаску разминаем. И вот нарезаем такими вот. Вот у меня 12 получилось. Всегда 12 получается. Вот такие вот, как, ну, примерно, вот видите? Такие вот шарики, как с куриное яичко. Вот так вот я их отдельно складываю и закрываю полотенчиком. И оставляю на 20 минут. А тем временем перехожу готовить фарш. Обжаривать буду курочку. Вот мелко порезала курочку. Сюда я сыкнула немножечко сапфетитки, базилика. Тортилия, карри чуть-чуть посолила, поперчила. Ещё сюда кубиками порезу помидорку сейчас. И всё приправлю немного сыром пиодельки. Томат пошёл. Чуточку царады и фенни. Наша куриная начиночка готова. Вот я переложила тарелочку, она будет сейчас остывать. А я займусь тортилием и соусом. Вот для соуса я сейчас мелочко буду давить авокадо. Мелко-мелко порезала томатку, удалив предварительно шкурку. И по возможности семечки тоже. Дальше я буду их смешивать. Ещё, да, забыла сказать про чеснок. Возьму немножечко чесночка сюда выдули. Скатываем быстренько вот такие вот лепёшечки. Желательно одинакового размера. И вот я их выпекаю на сковороде для блинов. Быстро очень они готовятся. Они не должны румяниться. Они должны быть такие, ну, бледного такого, бленоватого цвета с пупырышками. Я их буду складывать вот сюда на лекарскую бумагу и закрывать полотенчиком. Вот видите, обжариваю я без масла, конечно же. Вот лепёшечка. Такая вот она должна получить свитца. Не очень сильно обжаренная. Не, ну тут две уходят на одну лепёшку. Вот эта у меня вот здесь. Пойдём лепёшечку на сковородку. Дальше. Пойдём не жалеючи сыром. Для себя я буду чисто сырные делать лепёшки. Без начинки. Начинка будет просто сырная. Так вот много сыра. Дальше себе я ещё вот петрушечки положу. Сюда. Причём. И вот так вот. И дальше лепёшечкой прикрываем. Второй. Так вот немножечко прижимаем. Сейчас снизу. Я думаю, что минуту где-то вот так вот сейчас полежит на плите. И дальше перевернём. То есть сыр расплавится снизу и лепёшечка приклеится. То есть сыр склеит две лепёшечки вместе. Дальше перевернули. И ещё полминуточки подержим. Чтоб с обеих сторон сыр немножечко подплавился и держал лепёшечки между собой. Ну всё. Лепёшечка готова. Пойдём дальше. Пойдём следующую лепёшку. Сейчас начиночкой с куриной. Вот и складываем тоже не жалеючи. Смотрите, вот эта фото-лайка была в один из сетей, где я использовала. Пойдём немножечко ручка. Пойдём. Снова сыр. И закрываем. Открываем и прижимаем. Итак, кисадили наша готова. Мы берём вот эти вот лепёшечки, разрезаем их. Ну, кому как нравится. Нам вот нравится на четыре этих части. Кому-то нравится на больше. Вот это вот кисадилия мужа. Видите, вот такая приятненькая получается. С курочкой. Я ему две штучки сразу положу. Я знаю, что он любит. Данюша тоже вот с курочкой, да? Одну тебе. И я буду кушать вот. Это просто очень-очень-очень вкусно. Там вот видите слой сыра и петрушечка. Приятного аппетитика. Ну, вот и всё. Кисадилия получилась, как обычно, на славу. Но одна такая ремарочка. Обычно мы готовили чистые пшеничные муки. Мы не добавляли никогда кукурузную, да? Об этом я уже говорила. И мне больше нравилось, когда это была просто чисто пшеничная мука. Кукурузное тесто, может быть, я просто, ну, недостаточно разминала. Но оно было очень эластично и ломалось. И, ну, суховатое такое оно получилось. Лучше, конечно, готовить чистые пшеничные муки. Тем более, что вкус особо не отличается. Вот. И пшеничная кисадилия очень-очень-очень нам нравится. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Готовьте кисадилию. Любителям сыром точно понравится. И приятного аппетита. И будьте всегда счастливы. Пока.